Добрый день! Знакомьтесь! Это наш Курцхар Урика. Сейчас будет такой небольшой фильм, как мы выехали первый раз в поле. В конце видео будет встреча с куропаткой. Итак, добрый день всем, кто соскучился по нам. Так, это Олег, Андрей, сын Олега, наши две Нивы. И вот теперь такой новый друг у Шули. Это Шуля. Шульца вы много раз видели на состязаниях, на соревнованиях с Ральфом. Ну, Виля, понятно, тоже на всех состязаниях, соревнованиях. А это новый Курцхар, девочка. Урика. Урики. Урика. Глория Усхандер Урика. Глория Усхандер. Глория Усхандер. Это... Глория Усхандер Урика. Глория Усхандер Урика. Это... Четыре месяца. Да. Ну, через... Первый раз приехала на поле. На поле. Олег Крестный отец. Он нам нашел в питомнике ее. Ждали. Привезли ее в полтора месяца. Питомник находится около Санкт-Петербурга. Хотели мы, конечно... Великий Новгород. 200 километров не доезжает до Питера. Хотели, конечно, мы ее привезти самолетом, но позвонили в аэропорт Пулково. Нам отказали из-за того, что щенку было полтора месяца. И без прививок от бешенства сказали нет. Хотя на форумах была информация, что пересылают щенков. Но конкретно вот в аэропорту Пулково сказали нет. Мы вас не возьмем. Поэтому пришлось добираться своим ходом. Как добирались? На Блаблакаре. Заказали машину. Заказали машину. И Андрей, когда забрал из питомника, доехал... А? Рекламу Блаблакаре. Да. Ну, а что? Молодцы. Посмотри как. Машина шла с Питера. И просто на трассе подобрали его с собакой. Ночевали они в гостинице. Тоже спасибо. Пустили с собакой. Полторы тысячи стоила ночевка со щенком. И все. Когда машина пошла тоже транзитом, мы живем в Волгодонске, Ростовской области. Естественно, тупиковая зона. Никак до нас доехать она не могла. Потому что, ну, Санкт-Петербург, а там куда-то Воронеж, что ли, они ехали. И вот Олег нас подобрал где-то на трассе. Тоже дополнительно. Так мы приехали домой. То есть мы ездили не на своей машине. Это обошлось гораздо дешевле, чем мы бы ехали на своей. Да, Андрей? Да. Щенка мы забрали в полтора месяца. Вот полюбуйтесь нашими степями красивыми. Сейчас охота на перепелку уже закончена. Но Олег нам настрелял для тренировки. И мы заморозили их. Потом будем тренироваться. А сейчас охота на куропатку и на фазана. И на утку, и на зайца. Уток. Видите, как они быстро подружились. Собака очень активная, конечно. Как мы привезли полтора месяца. Вот Ральфа тогда и вот Урюку сейчас. Это просто земля и небо. Кормим хорошо. Из питомника... Андрей не вспомнил корм. Из питомника в полтора месяца собака приехала на сухом корме уже была. Но сам заводчик сказал, чтобы перевели на натуралку. И хотя бы за до полгода побыли на натуральном вскармливании. Ну, так как у меня опыт есть натурального вскармливания собак. Поэтому я запишу отдельное видео, кому интересно. Потому что там все так вот точно. По Натаске очень много мужики пишут. Стоять, лежать, там сидеть, гав-гав. А вот по вскармливанию в основном же это женщины на себя берут. Как-то вот мало видео. Поэтому сделаю одно такое подробное. Кому интересно. Я гору литературы перекопала пока. Нет, Андрей, это да, психкоустойчивая. И на всякие эти, Олег, свистки, глушки, там, стрелялки, сопелки, пыхтелки, пылесосы. Сразу реагировала хорошо. Ну вот. Конечно, когда мы гуляли с Шульцей и с Ральфом, они как два кобеля всегда сцеплялись. Ну, ты что, Виля главный кобель же у нас. А это у нас, ну, если кто смотрел старые видео знает, это русский тойтерьер. Ну, так как у него был рак ушей в детстве, в полгода, уши вот такие купированные. Сейчас ему уже 9 лет, да, Андрей? Опа, опа, и наша понеслась. Вот так вот. Вот так вот. Четыре месяца уже все, и на свисток. Как Борис Ливчиков говорил, на свисток должна лететь, как на свисток Бога или что-то такое, да? Бросать все. Ой, как замечательный сегодня день, да? Спасибо, Олег, что нас вывез. Ну, вот так вот. Так, почему именно Курцхар? Вот, ребята, разделяете мое мнение или нет? Я считаю, это лучшая собака. Ну, вот, конечно, не только Курцхар, вообще вот легавый для мужчин. Вот такого возраста. Ну, вот, ну, конечно, вот Олег с бутылочкой пива. А я так говорю, то, что, во-первых, мужик не пьет. Мужик утром уезжает. Постоянно в поле. Вот у нас город маленький, как бы. Здесь мы 15-20 минут проехали и уже в полях. Все. Ходит пешком 15-20 километров. Я уже задыхалась. А? Да мы про километр раз говорим. Ну, а сколько вы ходите? А, около 20 километров. Нет, он говорит, что мы ходим чистоем. Вокало 20 километров. Ну, то, что на природе. Дышит свежим воздухом. И для сердечной мышцы мужчин это очень полезно. Дома, кстати, Андрей Урику стал тренировать на беговой дорожке. Да ты Виля-то отойди, ты дома главный. А здесь тут есть поглавнее тебя. А у Шули все равно, смотри, шерсть с дыбом. Даже на такого миленького песика. Угу. Ну, все, пометил. Сейчас Вилька, смотри. Сейчас будет Вилька. Опа, смотри. Тоже метит. Да все, твоя куча сена. Твоя куча сена. Так. Уже, конечно, Олег подзабыл о том, что такое этот. Огрызайся. Так, так, Урику на него. Ой. Все. Ну, вас же двое, давайте на него нападайте. Не вдвоем. Ну, пусть обнюхаются. А сама к тебе жмется, Андрей. Защиту ищет, да? Да. Так, дальше едем. Так, поменяли место дислокации. Вот ребята проходили со своими собаками азбуку Натаски у Сливчикова Бориса. В Тольятти ездили. Как бы я очень рекомендую. Я сама с ним лично знакома. Нравится человек своим подходом к делу. У него есть сайт еще. Охота и услуги. Ссылку под видео оставлю. И ВКонтакте его легко найти. Он открыт для общения. И, кстати, проводит даже что-то по интернету какое-то обучение. Знаю так точно. Опа, заяц! Ну, понятно, вот Шульц, все, он вышел в поле, он работает. Немножко тогда мы подурачились. И он уже челночит, сам там обследует территорию. Потому что собаке уже... Три года, Олег, да, Шульцу? Четыре года. Он, конечно, много раз работал в полях. И собака работает. Ну, а наша, первый выход, вот только на свисток прибегает. Еще хочу сказать, вот плюс, то, что у нас две собаки в доме. Вилька хочет старичок, ему 9 лет. Но, конечно, после того, когда прошел карантин и поставили прививку от бешенства урики, то мы их объединили уже в одном доме. И при ее активности, конечно, она нам бы покоя не давала. А так они с утра до вечера с этим вилькой боскаются, играют. И как бы только остается вот ее выгуливать, выводить. Но так как частный дом, удобно. Итак, третье место дислокации. Полей, конечно, тьма. Я не знаю, как мужчинки в них ориентируются. Я, Андрей, у тебя телефон звонит. Подожди, ну, сними меня, потом перезвонишь. Вот, на, держи микрофончик. Вот так. Я всегда говорю, снимите меня на память. Сегодня какое число? 26, 26 вроде. 26 ноября. 26 ноября. Тепло. Плюс 4. Но в конце месяца будет плюс 12. Все. Я красивая? Красивая! По мне соскучились? Соскучились. Вот она я. Сегодня день матери. Всех поздравляю. Людей не снимаю. Все видео только в закрытом доступе. Снимаем только с собак. Правильно? Не, ну, для мужа-то снимают. Он у меня единственный мой поклонник моего творчества. Давай. Сейчас соберем немножко шиповника. Чай шиповника. Чай шиповника. Ребята пошли и снимали с телефона. Поэтому видео, конечно, получилось ужасного качества. Хорошо, стоять. Да, 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 да. Браво. Хорошо. Пойдем, Олька. Пойдем, пойдем, пойдем. Пшот, шот. Скорее. Пойдем, пойдем. Посмотрим. Перепугалась собака. Перепугалась собака.